итак всем привет всем доброе утро я сейчас собираюсь идти в школу уже одиннадцатый час вижу что наш папик поехал на своем аваленче еще ничего не звонил не жаловался знать все работает хорошо ура его машина здесь ну что дождь и прошли жара пришла уже восемьдесят восемь градусов капец у нас показывает сегодня девяносто четыре а потом чуть ли до 100 не доходит это конечно не то что я люблю но было у нас немного передохнули немного с хорошей температурой и хватит дэнни во время этой температуры успела это самое починить свой аваленче значит я еду за габриэлом дэнни так как анжелика ночевала подружки мне не пришлось ее везти на 7 часов в школу а ее подруга повезла потому что подруга тоже идет в этот спортивный лагерь и она также с подругой этой уехала обратно к ней так что мне не пришлось ехать на 9 часов чтобы ее забирать габриэл его лагерь до 10 но они должны где-то полчаса играть футбол с друзьями так что в 11 час и я еду за ним так что я более-менее так это спалось ну как до 8 но это нормально это знаете как я просто все равно просыпаюсь около шести малыш начинает что-то там обычно в это время ему надо бы срочно поменять дайпер потому что весь мокрый иногда и одежду то как я просыпаюсь а ну если он не дает заснуть опять это замечательно мне дал заснуть до 8 я сама проснулась он еще спала я пошла монтировать видео и очень хорошее утро я отоспалась а я достаточно отоспалась девчонки уже все проснулись керри такая душа которая любит быть во дворе все время она уже была готова идти в сады подождите дайте мне это самое дайте мне съездить за габриэлом потом пойдем в сад что джульетта сейчас их всех смотрят я еду за габриэлами потом сразу вернемся а Видите, какой он красный. В общем, я говорю, вот эта игра, может, ты поменял свое мнение, может, ты все-таки хочешь играть. Говорит, во-первых, они вас обманули, это была не игра, это была тренировка, больше как. После этой тренировки я, наоборот, теперь точно знаю, что я не хочу играть в футбол. Вот такой запамятный сейчас. Так что, наверное, я напишу главному тренеру и скажу, что мы не будем этого делать. Легче для нас. Поехала только что мимо близлежащей церкви к нашему району и вспомнила, что сегодня же день голосования. Голосуем за возможного губернатора Аклакомы. Это еще не самые главные выборы. Когда уже выберут между републиканской партией и демократической стороной, тогда, я так верю, в ноябре это уже будет самый главный выбор. В данный момент мы выбираем, например, мы принадлежим к републиканской стороне, мы выбираем представителя, который нам нравится, из републиканцев. Ну, а демократы выбирают своего. Сейчас там несколько человек пытаются получить это, выиграть это звание. Также там начинается голосование за представителей в Конгресс. Ну, короче, даже не знаю, как перевести. Тут же несколько этих самых... Дом советов, можно сказать так, да? Разных представителей. В общем, с этим он разговаривает. Так что надо позвонить Дене, что мы там делаем. Я, честно говоря, не смотрела, не это самое. А знаешь, что у него, он знает, за кого он голосует, я просто спрошу за кого-то голосую и пойду голосовать. И честно, я... Когда президент, я еще, знаете, вникаю. А вот другое, что там по штату, я не совсем... У меня нет времени на это. Хотя надо бы находить там. Я только у двери, и девчонки сразу в сад пошли. Юлета приспала малыша. Так что ура! Ура! Осторожно так, можно и вырвать. Итак, сотка дня на сегодня. Денни написал, до какой степени он влюблен в свой брузовик. Он сегодня на нем поехал. Все ему так нравится, в общем, слава богу. Потом у нас жара. Габриэл пытался найти себе партнера, чтобы пойти в бассейн. Пошел к другу соседу. Тот уехал в кинотеатр. Идет к Джульетте. Джульетта говорит, я не хочу мочить волосы, потому что я встречаюсь с Софией в 5 вечера. И мне придется мыть голову по новой, а мы будем фотографироваться. В общем, полностью такое девчачье оправдание. В общем, он играет в игру. Сидим дома. Маленькие девчонки пошли на улицу, но там так жарко, что даже Керри не хочет там играться. Говорю, пусть Габриэл вам поставит это. Фонтанчик. Там вы будете там прыгать под фонтаном. Керри сказала, я давай рыться в сумке. Говорит, я не взяла купальник. Говорю, возьми Скарлетт. Она говорит, что Скарлетт ей не подходит. Купальники. Они маленькие. Я говорю, какие маленькие вы одного размера. Короче. Все сидим дома. Анжелика тут мне пишет. Мама, у меня есть деньги на карточке или нет? Сколько у меня денег? Блин, тебя день носит. Только что до этого она мне говорила, что на бассейне у подруги. Теперь видно, куда-то наярились тратить деньги. Я проверила, говорю, у тебя 5 долларов 84 центов. Так что, балдей. Можешь тратить как угодно. Ладно. Вот такая сводка дня. Малыш спит. Ура! Бэйби! 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 В общем, включили фонтанчик. На шлемы купали, которые влезет к Керри. Так что, развлекаемся как можно. Маленький пикник, так как они мокрые, едят на крыльце. Макаронный сыр. Всем приятного аппетита! Мой сегодняшний образ. Моя футболка и юбка. Юбка тут двойная. Одна короткая, другая длинная. Такая с разразами просвещающаяся. Ну, в миру закрывающая мои покоцанные ножки. Все. Мы с Масиком сегодня в один цвет, так сказать. Кто-то засыпает. Кто-то... Нет, так снимать неудобно. Привет, Мас! Ура! Мы засыпаем! У-ху! Так, я... Дэнни пришел домой. Он уже поголосовал. Теперь моя очередь. Малыш заснул. Он, короче, смотрит детей. Я еду... Свою лепту вклазь, так сказать. Свои два цента. Вот. Он мне говорит... Где я сам, говорит, не знаю. Вот он говорит, а совай так наугад уже получался. Ну, единственное, что он знал за губернатора, кого он хочет. Я его в этом поддержу делим. А там тоже буду... Сейчас помолюсь. Господи Бог, даст мне правильно ручку ставить. Потому что я, честно говоря, я не знаю другие, кто там это самое... Всякие дистрикты, их представители и все такое. Я про них ничего не знаю. Кому повезет, кого увидела имя, вот сейчас вижу. Конгресс. Да, конгресс. Может, его и проголосую. Что запомнится в голове. Ну, хотя тогда получается, что тот, кто потратил хорошо на рекламу, у того больше шансов. Конечно, обидно. Ну, а также это означает, значит, люди, которые верят в него, его спонсируют. И он может это себе позволить. Короче... Короче, понятно, что ничего не понятно. Еду голосовать! Свой долг гражданский выполнять. В этой церкви, прям через дорогу от нашего соседства, голосовательный пункт. Куча машин, куча людей. Идем голосовать. В общем, проголосовала. Я там, конечно, не снимала. Все-таки, по-моему, не то место, где надо камеру свою афишировать. В общем, дали мне... Там сразу спрашивают, у нас есть специальная карточка с именем, к какому дистрикту мы относимся. Они нашли мое имя. Сразу увидели, что я репабликан. Дали мне специально... Там у демократов свои листики, свои люди. У репабликанцев свои. Дали мне своих людей. И потом я заметила, что вот я знаю, что за губернатора мы хотели Фишера. И я за него проголосовала. Фишер, это типа как рыбак, знаете. И, короче, за каждую другую должность. И у меня что-то сразу такой выбор пошел, что-то связанное с природой. Если какого-то... Там была фамилия Берд, птица. В общем, я проголосовала за него. Потому что я никого не знала. Кроме одного мужчины, я знаю, он в нашу церковь ходит. Он сейчас... Короче, какая-то финансовая должность. Он на нее сейчас подал. Он, короче, пытается получить. Я проголосовала за него. Так что за людей, честно говоря, кому как повезет. Я вот так голосовала. Не совсем серьезно, но... Наверное, лучше, чем просто сидеть дома. Потом... Скажите, я скажу. Там был один вопрос. Я не ожидала, что у нас будет такой вопрос. Вопрос был в том, чтобы разрешить, чтобы марихуану выращивали в медицинских... Для медицинских... Дайте мне снова. О, мой гаош. Использований. Вау! Марина! Снепауровый. Это самое. Что дальше? Чтобы в оклагоме это выращивали и все такое. И вы знаете, я... С одной стороны и против, и за. Потому что... Мне кажется, что некоторым людям они такие вот... Взвинченные. Что им бы не мешало, знаете, подсадить их на марихуану. Чтобы они расслабились немного. Это самое. А с другой стороны... Вот у меня был начальник еще. Я работала в семье одной. И он вот такой взвинченный был. И время от времени, я так понимала, он покуривал. И становился таким... А, хороший. Но я также видела других людей, которые это использовали. И заметила то же самое... Те же самые поведения. И я думаю, что... Может... А может это использование марихуаны делает их такими взвинченными. Я вот не знаю. На данный момент... Я знаю, что есть много полезного в марихуане. Я не могу там сказать, что марихуана прям ужасная. Там много хороших медицинских качеств, которые даже борются с раком. На данный момент я проголосовала нет. Пока у меня еще совесть не позволила проголосовать, да. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно пройдет. Я думаю, многие тут будут проголосовать, да. Ну, свою лепту я, короче, внесла. Так, я приехала домой. Забрала девчонок и Джошика. И Джулета встречается с Софией в кафе. А там через дорогу есть такая забегаловка. И, в общем, мы туда... Я туда младше пойду. С площадкой играли. И они могут там играться в кондиционере. Потому что слишком жарко. 95 лет сейчас. И Анжелика должна тоже туда поехать. Ее подружка должна туда спросить. Так что... А пацаны должны, по идее, сейчас кушать. И, по идее, должны косить траву. В общем, я пришла с маленькими девчонками в этот ресторанчик забегаловку. Вот она. Мы в части там, где игровая площадка. Большая. Многоэтажная. Вот. А девчонки мои... Это самое. Они через дорогу от нас. Вот это моя машина. Вот. А вот там... Наша любимая кафешка All About Cha. После этого я не сказала, что они еще пойдут в Walmart. Они здесь находятся. Повозят там. Пока мы здесь играем. Плюс... Едим. Чем она тебя не может найти вход? Come over here, Барни. It's over here. Oh. All there. Ну, короче, тут их... Чуть ли не 3-4 этажа. Труп всяких. Лазовок. В общем, пусть... Пусть гуляют. Короче, я с мамшем сижу в части. Там где ресторан. Смотри YouTube. Девчонки сзади меня. Там специальная комната. Чтоб не громко было. Вообще почти никого нету здесь. Ресторан весь почти для нас. Короче, девчонки поиграли. Помоли руки. Open it. Sure. Right now, let's eat. Очень заказала им курочку с картошкой. Себе гамбургер. Что-то меня пробило на гамбургер. Мам, это нахер с шеймом. Вот это в Георгере. Вот это в эти девчонки, ставшие здесь. Такие игрушечки. Малыш, как всегда, со мной помогает. В общем, закончили мы с рестораном. Едем за девчонками. И они мне уже написали, что они готовы уезжать. И Керина мама тоже мне написала, что она скоро будет заканчивать. И будет ехать в нашу сторону. Так что пора ехать домой. Ты, ё-моё, посмотрите на этих жуков. На свет все летят. Вышла во двор закрыть влог. В общем, мы, как видите, вернулись. Мама Керри уже её давно забрала. Заплатила мне денежку. Так что это идёт фонд. Я собираю денежку на билет к сестре полететь. Хотелось бы. И, кстати, пошла на фейсбук. И увидела, что прошёл вопрос насчёт медицинской марихуаны. Так что, по идее, скоро это будет уже легально у нас. Да. Ну, что есть, то есть. Это я так узнаю новости на фейсбуке. Я телевизор, новости вообще не смотрю. Говорят, что есть на фейсбуке, ютюбе, одноклассниках, то я и нахожу. То я и узнаю. Так что, не знаю. По-моему, это правильная информация. В общем, буду с вами прощаться. Большое спасибо за просмотр. Желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. И ба-бай. Спасибо. 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 Спасибо.